Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вашему вниманию представлен доклад карциноматоз, патоморфология для рентгенолога. Хотелось бы начать, как всегда, с анатомии. Брюшина – это серозная оболочка, которая покрывает органы брюшной полости, а также полость живота, и образуя тем самым брюшную полость, щелевидное пространство между органами брюшной полости. Основная функция брюшины состоит в том, чтобы уменьшить трение между органами во время актов дыхания, либо передвижения, либо перистальтики. Для этого брюшина выделяет небольшое количество серозной жидкости, которая под действием гравитации, также актов дыхания и перистальтики, имеет особенности движения. Сначала она скапливается в области малого таза, часть поднимается слева, часть поднимается в поддиафрагмальное пространство, и дальше здесь она резортируется. Здесь мы не будем останавливаться, на самом деле очень обширная тема. Для дискуссии и обсуждения. Карциноматоз – это поражение брюшной брюшины, клетками опухоли, а также поражение сальника. Это жизнеукражающее состояние, очень часто осложняется или не осложняется, приводит к летальному исходу за счет появления кишечной непроходимости. Чаще все-таки она наблюдается при карциномах желудочно-кишечного тракта. На первом месте это опухоли червеобразного отростка, также это опухоли поджелудочной железы, желудка и опухоли яичников. Оценка поражения брюшины позволит правильно сформулировать дальнейшие показания и тактику лечения. Для этого применяют подсчеты индекса. Золотым стандартом является подсчет индекса перитениального карциноматоза лапароскопически. Проводится подсчет таким образом. Брюшную полость делят на 13 зон. В каждую зону выставляют от 0 до 3 баллов, в зависимости от наличия и от размера опухолевого очага. И полученный индекс используют в дальнейшем для решения дальнейшей лечебной тактики. И в каждом медицинском учреждении есть максимальное количество баллов, при котором дальнейшее лечение не проводится. Например, при колоректальных карциномах это балл меньше 17, а при карциномах яичников этот балл должен быть меньше 13. На данном слайде представлено поражение большого сальника карциномой high-grade яичников. Такое состояние также называют amental cake. Сальник представлен плотным образованием, часто больших размеров. То есть поражается абсолютно весь сальник. Также при карциноматозе могут быть небольшие группы очагов и микроскопические, которые при рентгенологических методах исследования не всегда можно обнаружить. Псевдомиксома брюшины – это очень интересная тема. На самом деле псевдомиксома брюшины – это клинический термин. И по своей сути является проявлением карциноматоза при муцинозных карциномах. Чаще всего псевдомиксомы брюшины осложняются опухоли червеобразного отростка. Также при карциномах толстой кишки, тератомы яичников и при урахусе. Так выглядит макроскопически. Представляет собой муцинозный асцит. Его очень сложно дренировать за счет того, что это очень вязкое содержимое. И выделяют гистологический лоу-грейд и хай-грейд. При лоу-грейд мы гистологически видим большие поля обильного муцина, среди которого встречаются единичные опухолевые клетки с низким потенциалом злокачественности. То есть это практически без ATP клетки. И на данном слайде представлены вот эти клетки опухолевые карциномы. На данном слайде это еще очень много клеток. Чаще это единичные клетки, которые не всегда можно гистологически обнаружить. И поэтому большая просьба к хирургам, которые забирают материал для исследования, не жадничать. Это очень сложно поставить, если материала недостаточно. При хай-грейд псевдомиксоме мы наблюдаем уже меньшее количество муцина, больше опухолевых конгломератов. Они могут образовывать солидные участки. Обычно с высокой клеточной ATP, высоким индексом пролиферации и участками инвазии. Хотелось бы еще отметить состояние карциноматоз при нейроэндокринных опухолях. Карциноматозом неты осложняются в 17% случаев. И 40% смертей при нейроэндокринных опухолях связаны с карциноматозом. Данное состояние крайне сложно диагностировать, потому что оно чаще проявляется в виде микроскопических очагов. И в настоящее время не существует золотых стандартов и показаний для циторедукции. То есть обычное лечение карциноматоза при нетах ограничивается удалением крупных метастазов, что мы видим по статистике смертей. Надо менять подходы. И не надо забывать о том, что у брюшин бывают свои опухоли первичные чаще. Они очень редкие. Чаще это мезотелиомы, злокачественная мезотелиома, течет крайне агрессивно. Также бывают доброкачественные формы мезотелиома. Здесь представлена злокачественная мезотелиома брюшины. Это обширное поражение в виде солидизированных, сливающихся очагов. Среди доброкачественных мезотелиом часто оно встречается у женщин репродуктивного возраста. И обычно это является находкой на операции. Данный диагноз, высокодифференцированная популярная мезотелиома, может быть выставлен только после гистологического исследования. Это образование не инвазивное. Обычно это один единственный узел меньше 2 см в диаметре. Хотелось бы еще добавить то, что у брюшин бывают первичные серозные карциномы, которые очень сложно отдифференцировать от вторичного поражения при, допустим, опухолях яичника. Для этого существуют некоторые подходы. То есть, если поражение брюшины обширнее, чем поражение яичника, чаще причиной карциноматоза, то есть это первичная опухоль брюшины при серозного типа. И для того, чтобы поставить достоверно и определить источник серозной карциномы в брюшной полости, нам необходима полная клиническая картина. То есть, обычно к нам присылают биопсию брюшины. Мы видим там серозную карциному high-grade, но мы не можем сказать точно, это яичников, либо это первичная карцинома брюшины. Для этого нам нужны обязательно клинические данные, и особенно инструментальное исследование яичников, для того, чтобы достоверно сказать, это первичное или вторичное поражение брюшины. На этом у меня все. Спасибо большое за вопрос. Сейчас высленно. Спасибо большое. Вопросы есть? Анна Валерьевна, спасибо большое за интересное сообщение. Да, вопрос. Анна Валерьевна, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то состояния, которые имитируют карциноматоз? То есть, зачастую бывает так, что мы пишем по данным резонансной томографии или компьютерной томографии, что есть признаки карциноматоза, а потом оказывается, что его не было. Это когда вот бывает? Это бывает у женщин чаще, это мюллюриозы, например, эндометриоз, сальпингоз, но подобные поражения, они не настолько обширны, то есть обычно они проявляются в виде нескольких очагов, и гистологически достаточно легко отдифференцировать от вторичного поражения, либо карцином брюшины. Также бывают неопухолевые поражения, например, карциноматозный перитонит, он может симулировать опухоль, и здесь, наверное, может больше помочь клиническая информация и осмотр пациента. То есть это не опухолевое заболевание, это перитонит просто с проявлением в виде кранулем. А такое часто вообще встречается? Нет, достаточно... Ну, достатрудняюсь ответить насчет чистоты в связи с тем, что мы чаще работаем с онкологией, но встречается. То есть не следует забывать о том, что у человека бывают не только опухолевые заболевания, тем более брюшины. А вот еще скажите, пожалуйста, мы иногда, когда описываем наши исследования, мы затрудняемся ответить, это есть ли инвазия соседних органов или нет. И на операции зачастую получается так, что инвазия макроскопически есть, а потом это там или спайки, или воспаление. Это вызывает какие-то у вас диагностические трудности при определении именно инвазии? Инвазивны ли образования в брюшине? Ну, да, вот при карциноматозе распространенном, то есть бывает так, что мы пишем, что однозначно есть инвазия, а приходит, что нет, и наоборот. Здесь уже в зависимости от объема взятого материала. Если, например, это фрагмент ткани органа, то мы можем достоверно сказать, он очаг карциноматоза, который был удален, он с инвазией, либо нет. Просто бывает, что очаги поверхностно удаляют, без подлежащих тканей. И в таком случае мы не можем сказать достоверно, он с инвазией, либо нет. Мы можем просто уже судить по гистологической агрессивности опухоли, она могла быть в инвазии или нет. Но чаще все-таки присылают достаточно материала, и мы можем ответить на этот вопрос. Понятно, спасибо. Существуют ли какие-то морфологические критерии ответа очагов канцероматоза на проводимую терапию? Допустим, пример клинический. Пациентка с распространенным канцероматозом, высоким индексом PCI, то есть это пациентка, которая получает наэдюантную химиотерапию. В последующем ей выполняется циторедуктивная хирургия. И существует ли морфологическая оценка ответа непосредственно очагов непервичной опухоли, а очагов канцероматоза на проводимую терапию? Да, существует шкала по БОХМ. Мы оцениваем исключительно лечебный патоморфоз. Оценка лечебного патоморфоза происходит исключительно в очагах большого сальника. Там трехбальная система, то есть мы выставляем ноль по этой шкале, когда опухоль без изменений, один балл. Если нет изменений, средний балл – это если изменения есть, то есть наличие фиброза, некроза, либо воспалительной инфильтрации, но опухоль полностью не ушла. И последний – это полный, когда опухоли… Ну, при отсутствующей опухоли. Спасибо большое. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а всегда ли канцероматоз сопровождается асцитом? Потому что в ряде случаев мы видим, как они действительно секретируют жидкость, и, кстати, это вот облегчает нам, на ультразвуке, визуализацию этих очагов. Но в ряде случаев бывает и описывается канцероматоз без асцита. Так вот, всегда ли при специфическом канцероматозе, ну, то есть при опухоли бывает асцит? Ну, я думаю, здесь больше зависит от степени поражения. То есть если это не тотальное поражение и здоровая брюшина еще остается, то у нее… То есть она может еще проявляться… Канцероматоз может проявляться в виде асцита как реактивная реакция. Я думаю, что асцит – это не секреция жидкости, да, вот этими канцероматозными участками, а это секреция самой неизмененной брюшины, да? То есть получается, чем меньше неизмененной брюшины, тем больше асцит? Смотря какого характера асцит. Например, при псевдомиксоме брюшины, брюшины – это муцинозный асцит, и этот муцин является продукцией именно опухолевого, ну, опухолевого генеза. Это не реакция своей брюшины нормальной, это продукт опухоли. То есть чем больше муцинозного асцита, тем больше опухолевая нагрузка. Но это касается только муцинозных опухолей. Для серозных это не так. Это дискутабельно, я думаю. Понятно. Второй вопрос. Вот вы говорили, значит, есть первичная опухоль брюшины, и в ряде случаев первичная опухоль брюшины дает метастатическое поражение в яичнике, да, и что там нужны именно клинические данные. А иммуногистохимия в данном случае не информативна. Нет, в данном случае, ну, в большинстве случаев иммуногистохимическое исследование и гистологическое исследование не может нам достоверно ответить, не поможет нам достоверно ответить на этот вопрос, в связи с тем, что у них, они очень похожи, и они иммуногистохимически красятся одинаково, за исключением очень редких случаев, когда карциномы яичников, high-grade серозные карциномы, они чаще окрашиваются эстрогенами, ну, в принципе, гормонами, а серозные карциномы могут иногда терять. Но, опять-таки, это не очень достоверно. А как вы относитесь к теории, что, в принципе, ну, есть такая теория, что все серозные опухоли яичниках, это суть не опухоли яичника, это суть опухоли брюшины, да? Грубо говоря, с метастазами в яичнике. Или вы все-таки видите отдельно структуры яичники и... Моглины трубы. Здесь этот вопрос искутательный. Трубы, да. Да, то есть серозные карциномы яичников high-grade, это в основном их первоисточник является чаще опухоли трубы. То есть первоисточник high-grade серозной карциномы яичника – это в основном труба. Low-grade – это в основном эндометриоидные очаги. Но существует еще как раз то, о чем вы говорите, но придерживаются этой теории пока что... Ну, меньше, мне кажется. То есть это тоже вопрос такой дискультабельный и открытый. Я думаю, что вы абсолютно правы. Сегодня мы знаем, что серозные опухоли действительно, они из фаллопиевых труб. Это такая вот теория. Она существует. И если мы находим фильтраты в брюшине, то если у нас нет асцита, мы должны начать думать о других опухолях, которые метастазируют без асцита. Соответственно, это может быть рак толстой кишки или желудка. И иногда у них вообще нет асцита. Соответственно, мы должны думать о первичной опухоли в другом месте, потому что иногда у нас могут быть метастазы в яичнике из толстой кишки или 5% случаев это будет первичное в яичниках. И также, то что касается муцинозных опухолей, то брюшина с муцином внутри, мы сегодня знаем, что это, как правило, некие опухоли, которые будут иметь первичную опухоль в других органах, не в яичниках. Я совершенно с вами согласна, что вот эта низкодифференцированная ассирозная и высокодифференцированная ассирозная опухоль, а не из фаллопиевых труб, как правило, и сегодня, по большому счету, это рассматривается как та же самая опухоль, потому что лечение у нас будет одинаковое здесь. Но надо было, наверное, надеть. Окей. Перевод уже прозвучал, он синхронный был, я прошу прощения. Перевод прозвучал уже, просто он синхронный был, поэтому я прошу прощения. Переводчик приносится извинения, я, к сожалению, не могу повторить. Перевод. Но это был не совсем вопрос, я просто с вами согласилась, что существует определенная теория, и сегодня действительно классификация опухолей, она, обычно у нас опухоль из фаллопиевых труб, вот если это высоко дифференцированное, сирозное особенно, и это действительно одна и та же сегодня опухоль, потому что у нас, как правило, мы также смотрим на асцит, если мы говорим о метастазе в брюшину, без асцита, то мы начинаем подозревать другие опухоли, такие, как, например, карцинома толстой кишки или карцинома желудка, и, соответственно, у всех этих пациентов должна быть эндоскопия и колонография сделана для того, чтобы убедиться, что действительно первичная была у нас в яичниках, для того, чтобы определиться с лечением. И, надо сказать, сегодня у нас очень часто возникают опухоли, которые произрастают из аппендикса, из поджелудочной железы, и они, по большому счёту, метастазируют в яичнике, а в яичниках первичная достаточно редкая в этой ситуации. Извините. Ещё есть вопросы? Доктора, кто-то там хотел? Ну, на самом деле, правомочное то, что к морфологу столько много вопросов, потому что это основополагающая дисциплина, которая нам необходима для того, чтобы проводить правильную диагностику. Анна Валерьевна, спасибо большое. Продолжение следует...